В прямом эфире все Мы все здесь Мы все здесь, да Так, ну что, друзья, начинаем теперь нашу работу из Минска Сейчас несколько вводную часть Вот, то есть это наши друзья Можно посидеть? Да, конечно Он для этого здесь и стоит, чтобы в нем сидеть Мы на выставке в Минске Я могу сказать, что, честно говоря, после Берлина Эта выставка впечатляет меня, во всяком случае, более интересно Тут есть больше, чем посмотреть Ну, начнем с того, что она все-таки транспортная логистика И она более такая, для простого понимания, более живая Поэтому люди все те же Сейчас представлю несколько действующих лиц Вот Анастасия, Настя Поздоровайся с нашими Это ходит наш идеолог Женя Петров Женя, пожалуйста, в Перископ Это как раз автор всех роликов Режиссер, так сказать Ну, это, друзья, я просто сейчас обойду стенд Вот стоит Венибус Ну, и друзья, так сказать, это Анатолий Дуарович Вы в Перископе Можете поздороваться Мы к вам специально подойдем Сделаем интервью, так сказать Чтобы вы хоть рассказали два слова А то все задают вопросы Почему вас не было в Берлине Почему Берлин прошел без вас А почему в Минску больше внимания А не... Ну, это в один, во-первых И, во-вторых, мы тут строим активно Поэтому мне нужно быть здесь А вообще-то на стендах должны быть стендисты А не генеральные конструкции Но другая задача Анатолий Дуарович Они популяризировали Когда у нас на стенде был Рот Хук И Виктор Бабурин И мы все помощники Это было, в общем-то, я считаю, достойное Такое представление стенда в Берлине Ну, я не думаю, что Сименса Президент Сименса был Ну, вице-президент был Ну, пока, ну, вице Да Ну, так вот, Бабурин был зам Ну, я считаю, хорошо Ну, здесь вы же... Просто, друзья, я сейчас... Давайте уж, коль так пошло Анатолий Дуарович подошел Здесь готовится сейчас Приход в 12 часов Правительственной делегации Будет вице-премьер Министр транспорта Да, еще ряд Поэтому Анатолий Дуарович Здесь вот как раз Чтобы лично показать Представить Мы вам обязательно Это в прямом эфире покажем То есть я буду где-нибудь рядом стоять Ну, здесь я без отрыва от производства Да, естественно Офис-то рядом А Берлин, другая страна Там доехать было на неделю Вот Я-то не делал Так что, друзья, видите, так сказать Все замечательно Выставка еще не начала работать Здесь все Уже наш активист Да, уже делегация с Херсона Делегации с Одессы Вот Так что это Видите, так сказать Все это процесс Добрый день, да Процесс идет Так что, видите, пользуемся Плодами цивилизации Но я сейчас Анатолий Дуарович Не буду отвлекать Тогда он тут готовится Сейчас К выступлению А мы с вами тогда Несколько ряд Вот еще один Активист нашей работы Так сказать Виктор Бабурин Который тоже Только подъехал Он прилетел Из Вчера С Вены Через Москву Вот И, соответственно Давайте Я пока буду говорить И обойду Как раз наш экспонат Вот То есть Вот Юнибус Потому что, кстати В Берлине Его нельзя было Так посмотреть Целиком Со стороны Вот То есть Опять же Еще раз говорю Работа еще не началась Вот Это вот Вообще Весь наш стенд Видите Так сказать Моего сейчас Транспортные системы Видите Skyway Будет По старту Традиции В октябре Три дня Особых условий Для самых Первых инвесторов Ну, друзья Давайте все отдельно Мы Связанно Поговорим Особенно Отдельно Так Так вот Стоит модель Один в десяти Навесного Подвесного Шит Который идет Вот Видите Анатолий Дуарович Скириченко Отрабатывают Вот Ну, а вот он уже Друзья Видите Стоит наш Юнибайк Мы его с хвоста Сейчас смотрим Вот Целиком Я его сейчас обойду Чтобы его было видно Целиком Вот Как он стоит Вот Я думаю Что после Берлина Его видели все Город без кромок Кирилл Приветствуюся Это наш Ведущий Экономист Решил попробовать Каково оно Быть Поскольку В Берлине Не было Классно Вот Но я могу сказать Что многие Даже из конструкторского Бюро Сотрудники Они еще не все Видели И даже Сидели В Юнибайке Вот Поэтому Всем Привет Так Покрутить Можно покрутить Обязательно Покрутить Это просто Обязательно А то я так всех снимаю А сам не попадаю Еще уедешь Сильно не крути Да И едем уже Да Так Вырабатывали Кринезию Так что Видите друзья Процесс идет Причем я говорю Это наш стенд Видите Народу Эта черта Выставка не начиналась Вот Опять Скорее всего Друзья Будет Такая же ситуация Как в Берлине Когда здесь Будет толкаться Народ Здесь будет Так сказать Как бы это Покрутить Еще в Минске Да Да Еще вчера Утром Я вам могу сказать Он был в Вене В обед В Москве Вечером прилетел Сюда А сейчас уже О Здравствуйте Привет Перископ как обычно Так У меня работа такая Теперь Так что это Ну как Алексей Вот они родные Так хочется Пощупать уже А ты его еще не видел Ну давай Прям в прямом эфире Так сказать Здравствуйте Давайте вот Алексей Вы же с удовольствием Видали как вы там Показывали все В Берлине Да 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 Хотелось пощупать Ну давай Вот тебе Теперь видите Алексей в прямом эфире Сейчас может Пощупать Посмотреть Кажется Так а ты сядь в него Ты сядь в него И посмотри Сколько места Он внутри Щерей чем снаружи Конечно Да Так сильно Может да Видимость такая Вроде бы Малютка Кажется маленькая Смотри сколько места Внутри Очень комфортабельно Да Ребята Пока Поехал Ну поехали Все Уже народ поехал Видите Просто А вы еще Когда будете знать Что внутри В нем будет стоять Какая у него Будет начинка А мы немножко Уже знаем Когда еще будет меняться Панорама Мы будем видеть Когда мы это все Видим Это просто Одно ехать Другое дело Когда там будет стоять И суперкомпьютер Искусственный интеллект Экологическая система Медицинская система Образовательная Все это Там можно будет заниматься Фитнесом в любом виде Так сказать Как бы И всю энергию Переводить на движение Обучаться Например Языками Все что угодно Абсолютно верно Видите Уже готовится Да Готовится Это самое Михаил Кириченко Готовится Видите Последнее приготовление Михаил Чуть-чуть Из-за кулисы Из мировой Да Видите То есть у вас Благодаря перископу Есть возможность Немножко смотреть Не на те репортажи Которые идут Парадные Скажем так И представляют А чуть-чуть Как бы вот так вот Изнутри посмотреть Я думаю Что тут друзья Тоже еще раз Давайте со стороны Посмотрим На наш Юнибус Вот выставка Юнибайк Видите Скайвей Зао струнные технологии Вот Ну вот выставка Смотрите Видите Так вот у нас соседи есть Инновационный автобус Судя по всему Вот То есть это наши соседи Вот мы стоим И вот автобус стоит Автобус возит Наверное Пять тысяч пассажиров В сутки максимум А вот эта вот Кроха Возит Триста тысяч пассажиров В сутки Это чтобы было понятно А разница Размаха Ну вот народ Народ потихонечку Собирается Еще раз Юнибайк Со всех сторон Вот Ну и тогда друзья Мы сделаем Сейчас Как бы такую Обзорную Самую Закончим Вот видите Анатолий Дуарович И все Кто сегодня попал Как яхта Прям Обвод Конечно Конечно Аэродинамика Великая Аэродинамика Идеальная Аэродинамика И крепление Вот интересное Ну это Все увидит То есть он же Отсюда едет Прямо на ходовые Испытания Поэтому В ближайшее время Он сразу пойдет Так что Вот видите Вот общение С Антоном Дуаровичем Уже фотографироваться Начали Вот как раз Та возможность Которая Вместе Тех Это как всегда Наш охранный модуль Вот Ну вот Друзья В общем Скажем так Общую обзорную Вот Можно пройтись Наверное Чуть по Общей выставке Вот То есть Сейчас я Посмотрю Ну Вот это Конечно Друзья Так Если Честно говоря Руку на сердце Положить Конечно Уровень И выставки И всего остального Это Ну Какой есть Поэтому Здесь не будем Не критиковать Не делать Вот Это самое Все есть Как есть Вот Здесь А ну тоже есть Стенды видите Которые с Тоже с Большим количеством столов Ну как и всегда Вот Вы видели У Skyway Очень небольшой Стенд Потому что Мы всегда Очень экономим То есть По минимуму Никаких Стоек Барных Никаких Это самое То есть Только по минимуму Чтобы только Стенд Вот И Бел Пошел Сейчас посмотрим Вот Так что Ну Вот О Где наш Вон там Стенд наш Стоит Вот туда Чуть дальше Это сам Увидите У входа Сразу Так сказать Вот Вот Сам Вот Здесь Будет Открытие Вот То есть Официальная Делегация Как раз Будет Министр Транспорта Вице-премьер Вот Так что Это Вот И вот Друзья Прямо Отсюда С выставки Уже Наши Машины Поедут Так Ну вот В общем-то Я вам В общих Чертах Так все Представление Об этой Выставке Показал То есть Конечно Все Очень Так Как бы Слово Подобрать Ну я бы Сказал Убого Вот Ну Соответственно Здесь Нам Нисколько Не стыдно Выставляться Потому что Понимаете Что Естественно Действительно Инновация Действительно Логистика Это то Что делает Сегодня Только Зал Струнные Технологии Фактически Надо Сейчас Понимать Позиционироваться Привыкать К тому Что Мы становимся Реальным Лидером В Представлении Новых Транспортных А теперь Уже Не только Транспортных А Коммуникационных Технологий Вот Это Бел Коммунмаш Это Которые Были Вместе С нами На Берлине Это Я так Понимаю Их Электро Буз Вот Который Сегодня У меняет Так Электробус Да То есть Вот Модель Ну Вот Изготовлен То есть Фактически Друзья Это О Это у нее Девушка Тут такая На стенде Вот Поэтому Это друзья Как раз Очередная Концепция Когда Просто Замена ДВС На электродвигатель Позиционируется Как Полная Инновация А так Это та же машина Это тот же автобус Вот Только Теперь Совместили Автобус И Троллейбус То есть Фактически Друзья Сегодня Использование Батарей Просто Позволило От От проводов Уйти Так сказать Это По сути дела Вот В этом Заключается Вся На сегодняшний Момент Инновация То есть Вот Это Все Это Батарейный Блок Вот Электро Здесь Стоят Два Мощнейших Электродвигателя Вот Ну А внутри Что внутри Показывать Ну Друзья Ну Обычный Обычный Автобус Который Сегодня Есть Вот Ну И давайте Друзья Уже Подойдем К нашему К нашему Сегодня Юнибусу Посмотрим Где Шиши И Я так Скажем Сверху Наблюдаем Наблюдаем Ну Как В Юнибусе Отлично Фантастика Ну Фантастика Заходите В Будущие Ну Теперь Настоящие Уже в настоящие Друзья А вот теперь Можете представить Что Перевозка Трассы Вот этого Юнибуса Это 300 тысяч Пассажиров В сутки Это Больше Чем Одна ветка Метро И вот Казалось бы Такой Миниатюрный Вот такой Вот Как бы Транспорт Но Насколько Он дешевле Проще В изготовлении Строить Второе Что Он Вот этот Пол Который Вот все у нас спрашивают Почему он зеленый Почему он Так сказать Это тоже Друзья Очень важный Концент Потому что Представьте Вы будете ехать На высоте От 3 до 50 метров Если сделать Черный пол То это будет Сразу ощущение Высоты Кто боится Выстоты Каустрофобия А когда зеленый пол То ощущение такое Что вы стоите На земле Поэтому даже Высота С бабочками Да Видите бабочки То есть даже Если высота Будет 50 метров У вас не будет Психологически А так как Скорость Все таки Будет 150 км в час И он будет двигаться Ну можно сказать Абсолютно бесшумно То есть Будет легкое Жужжание двигателя Вот Сопостоимо с чем Ну наверное Вытяжка на кухне Примерно Вот такой звук А я представляю Какие будут открываться Горизонты Конечно Это просто Ощущение полетов И когда Он будет идти Пролетами по 250 Потом 400 Дальше уже прорабатывается И 800 И километр А в принципе Возможности технологии Это до 5 км Одним пролетом То есть Это Сразу решение Это основные решения Сегодня в сфере Городского транспорта Потому что основная проблема Сегодня это Пройти большие пролеты Перейти Допустим В Москве А реки Когда есть Не широкий разливый рек Такие вот Как Киев Например Так вот Как раз Это идеально Да Просто Всего лишь подвесить Рельсы И не строить Такие Мосты Мосты Поставить Опоры По краям На речке Вы еще не забывайте Друзья Что это будут Не просто опоры А это еще будет Здание Офисное Коммерческое Это торговый центр То есть Это коммерческая Недвижимость Которая Просто делает Транспорт То есть Фактически Сегодня это выходит Почему говорят Тут здесь нет Мест для сидения Потому что Сейчас зарождается Представьте 150 км в час Это значит 15 км за 10 минут Это вы весь Киев Проедете и вот так И вот так По сути дела За 10 минут Можно пройти Из любой точки В любую точку Зачем сидеть 10 минут 10 минут Можно постоять Более того Это более комфортно Более технологично Вы зашли Встали А сидение Здесь ставится Все равно Друзья Это ну Жизнь есть жизнь То есть Есть пожилые люди Есть беременные женщины Которым даже 10 минут Стоять тяжело Ну вот Определенные категории Определенные категории Да То есть Это самое Вот А здоровые молодые люди Вот такие Как наши Коллеги Видите так сказать Вполне можно и постоять Полюбоваться Внешним видом Действительно Очень комфортно Очень комфортно И это логика Друзья Это совсем другой принцип То есть И вот эта трасса То есть Она будет очень дешевая Очень экономичная Перевозить больше Что было понятно Больше чем метро Можете представить Московское Любое Любое метро Вот эта линия Будет возить больше Чем метро И соответственно Как вы понимаете Любые пролеты Совсем другая цена Строительства Ну и что сегодня Вот сейчас Как раз Антон Дович Чувак дает Тоже Мы же тут За кулису Показываем Приедет Сейчас Антон Дович Видите Дает Интервью Кириченко То есть У нас есть возможность С перископом Подглядывать Подглядывать У нас сегодня Два Кириченко Я тоже Кириченко Да 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 Вот Так что это У нас есть возможность Подглядеть Подглядеть Как это все происходит В данный момент Он инвестирует С нами В данный момент Понятно Вот на этой Энергии Мы будем раздавать Скорость 60-40 Но Скорость Вся расчетная Не дай Специальный Это час И Основной Энергии Дает Поэтому Пактически Тот Кто Кричит Идалим Залежать С нами А Кричит Привод Повоза Привода Привода Поэтому Не дайте Ед Все Подгляды Скорость И Женщик Прочит Иначе Некрас Далее Шутки Мест Уберистически Спасибо большое Скажите Пожалуйста Какие Варианты Исполнения Юнибайков Есть Я слышал Что Удывает Трехместные С различными Вариантами Педальных Узлов Количеством Точнее Мы Здесь Представляем Явно Двухместные С одним Педальным Узлов Да Может Два Может Без Не Может Одноместные Четыре Класс Там Целая Линейка Я Хотел Обратить Внимание На Экономичность Эффективность Если Привезти Электрическую 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 В Токио То Юнибайков Скорость стоков крючат может определять 6-7 литров на 100 метров пути. Вот что самое главное в этой машине. То есть это мопеды. Даже без работы ногами, даже без педаль? Нет, это не важно. Это количество энергии, которое нужно для движения со скоростью стоков крючат. Стоков метров пути он проедет на актуаленте, на 7 литров токера. А эта машина, это аналог автобуса, да? 2,7 литров, сколько она покупает? Сколько она покупает? Это самый экономичный транспорт. Аналог автобуса по вместимости, но не по... Вместимости, не по параметрам, безусловно. Поэтому таких машин в мире нет. Если, допустим, сравнивать, то что же это не будет? А что же это не будет? Понимаете, в связи с этим, как он видит его на масках? Эффективность его 10 раз примерно. Хорошо. По энергозаправлению. 10 раз. В порядке. Спасибо большое за интервью, Анатолий Эдуардович. Уже собираются люди, вас ждут. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Следите за обновлениями новостей на писательном сайте. Уже родной группы. Компания. И адрес. Все вы можете писать. Это Systems. Компания. Поддерживаете. И тогда вы всегда увидите самые удачные инновации. Не скажем, мы сюда пригласили you. Строим Skyway. Спасание! Анатолий Доварович, замечательно. Ну вот. Вот, друзья, видите, заодно и посмотрели, как работает Кириченко, как снимается интервью. Видите, и мы с вами поучаствовали в этом процессе. Вот это как раз то, что... Приветствую. Добрый день. То есть знакомые все лица, да? Ну, с Кириллом мы уже здоровались. Добрый день. Так что, видите, все знакомые лица, все знакомые люди. Так что все, работа началась. И вот сейчас три дня будет такой очень серьезной работы. Я тоже... Ну, мы вчера с Виктором, с Алексеем мы летели из Вены. То есть после конференции в Словакии, в Банской Быстрице. Вот, очень хорошо прошла конференция на общем таком подъеме. Мы, наверное, видели, уже мы в чатах выложили и инвесторов. Очень много добавилось, очень многих. И инвестиции пошли очень серьезные, потому что люди видят, как работает Кириченко. И, соответственно, я вот на фоне, чтобы наш юний был в конце. Поэтому Алексей улетел в Челябинск, Виктор прилетел сюда, я тоже. Вот, у нас и рабочие моменты были с Анатолием Довичем. Сейчас, сегодня вот мы договорились. Начало работы, потом будут правительственные делегации. Я тоже поснимаю там, кто будет. А вечером я, наверное, все-таки сегодня уеду в Москву, потому что у меня на завтра намечаются очень там большие переговоры уже с такими очень крупными как бы сейчас структурами, которые именно финансовыми, которые готовы сейчас подключаться к проекту. Ну, вот прям ехали сейчас вот сюда на машине с Анатолием Довичем. Тут опять, как всегда, возникает вопрос. Завтра сюда на своем там самолете летит еще очередной, как бы там такой крупный-крупный деятель. Поэтому не исключено, что так как начинал переговоры и организовал этот процесс я, то не исключаю, что мне завтра придется остаться еще в Москву. А, наверное, вечером вместе с ним вылетим. Ну, остаться в Минске, а завтра вылететь уже в Москву. Но это, друзья, уже, как говорится, посмотрим по ходу. Это просто, друзья, иллюстрация к тому, что работа идет сейчас очень активно, работа идет постоянно. Я не буду очень многие вещи передавать, но сталкиваюсь постоянно с рабочим процессом, потому что Антон Дович не на секунду не перестает работать. Сейчас в данный момент идет монтаж путевой структуры, сразу двух веток Марьиной горки. Вы все это увидите, когда можно будет это показывать. Сейчас это показывать нельзя, потому что идет основная работа, связанная с монтажом путевой структуры. Там очень много технических вопросов, которые очень сложные, решать их надо по ходу. А так как Антон Дович – это и генеральный директор, и генеральный конструктор, то, понимаете, что идут и обсуждения рабочих моментов, и технологические решения, и экспериментальные научные решения. Вот, поэтому это все идет по ходу. И, понимаете, тут времени нет ни на раскачку, ни на ошибки. Вот, очень многие идут к доработке по ходу. Ну, это, друзья, естественно, понимаете, это работа генерального конструктора. И постоянно идет, вот мы вчера допоздна, 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 ну, прям очень опоздна с Анатолем Довичем. И сегодня, ну, не знаю, наверное, с полседьмого это точно уже в работе, на ходу, так сказать. И по ходу, вот прям при мне Анатолий Дович давал интервью сейчас уже для РЖД-партнер журнала. Они вообще теперь обращаются к нему по очень многим вопросам с точки зрения консультации, с точки зрения... Ну, вот, друзья, вот то, что вы всегда будете видеть, это только начало, видите, все выставки, все это. И вот опять начинаешь переводить на Skyway, друзья. Вот опять началось. Ну, еще я думаю, что завтра, послезавтра увидите, особенно к вечеру или к обеду, как будет выглядеть и как будет стенд Skyway. То есть это, я думаю, что уже ни у кого, наверное, не вызывает вопросов, где будут основные посетители и где будет основной интерес. Ну, вот, друзья, работа началась. Я считаю, что ту цель, которую мы сейчас ставим именно и для работы в Перископе, и вообще для того, чтобы вы имели полное представление именно с передовой. То есть вы видели, что происходит, как происходит. Ну, вот, соответственно, да, родной юни-байк, видите, его будут постоянно крутить, постоянно вырабатывать электроэнергию, постоянно... Вот, поэтому этот процесс, друзья, начался. И еще три дня будет очень хорошей, конструктивной. Здесь уже будет официальное телевидение Белоруссии, которое будет снимать репортажи про Skyway. Вот, здесь будет очень много официальных делегаций. Ну, естественно, друзья, много имеется в виду. Это, конечно, белорусский уровень. Вот, и для нас это важно, что министр транспорта попросил поучаствовать после Берлина. Вот, поэтому привезли, поставили, прям не распаковывая машины, приехали сюда. Вот, сейчас они здесь. И отсюда они уже поедут на испытания Марину Горку. И, как Юницкий обещал, мы ни на секунду, ни на... Не отходим ни от этапов, ни от графика. То есть, тем более, объявлено уже и о смене дисконтов, которые будут. Это, друзья, абсолютно закономерно, потому что пошли уже заявки и реально входят очень крупные инвесторы. И, как и предполагалось, друзья, это абсолютно законно и абсолютно, я считаю, справедливо, что крупные инвесторы будут входить на более низкие дисконты. Это правильно, друзья, потому что на высокие дисконты, когда была очень большая венчурная премия, входили люди, которые изначально верили, изначально взяли на себя основной риск. Это тот, кто входил три года назад, два года назад, год назад. Поэтому, соответственно, сегодня, когда уже очевидно, вот они машины, уже идет стройка и уже назначено время первых испытаний и первых презентаций для технологических испытаний, то, естественно, риски сейчас уже совсем другие. И суммы совсем другие, и инвесторы совсем другие. Поэтому дисконты должны, и они будут, вот сейчас объявлено, по-моему, на 17-е число, я могу ошибиться, там прошла сегодня вся официальная информация в компаниях, то есть будет, вот, онлайнер боится. Анатолий Дмитриевич пригласил этого Костю, как бы, сюда на выставку, чтобы он приехал, посмотрел. Его официально пригласили на начало испытаний, чтобы этот засранец, как бы, с которым я провел столько времени, четко или сказал, или не сказал, что этого не существует, что это все ерунда, что он написал ерунду, простите меня, пожалуйста. Вот, поэтому его пригласили сюда на выставку, его пригласили на испытания, но это, друзья, знаете, здесь нет никаких иллюзий на этот предмет, потому что такие деятели, они могут только гавкать из-за угла, что-то делать и нормально выйти, нормально, как бы, сказать, у них, конечно, друзья, ни духу не хватит, да и вообще, знаете, так сказать, то, чем они занимаются, это вторая по древности профессия, которая есть, поэтому, ну, что от них требовать, понимаете? Вот, поэтому будем это, мы-то как раз делаем, мы показываем, и при всем при том, друзья, когда знаешь процесс изнутри, я очень много общаюсь с Юницким, то есть я вижу, как именно, как генеральный конструктор, он работает, сколько возникает проблем по ходу, друзья, вы же не представляете, насколько это сложнейшая вообще техническая работа, то есть создать новую систему, в которой нет аналогов, которая уникальна, где все уникально. И, кроме Sky of Studio, так, ну ладно, тут какие-то придурки, ну, этот самый, Перископ, он для того и создан, как говорится, здесь мы, это самое, что очень много всяких левых заходит. Ну вот, друзья, у вас наша задача, и вообще, что я как-то там делаю и в Перископе, и в том, что, чтобы вы видели онлайне, как идет работа, то есть это подделать невозможно, репортажи эти снять невозможно, вы находитесь в прямом эфире, вот вы видите выставки, сейчас вы увидите там министра транспорта, вице-премьеров, им будут показывать, рассказывать, потом вы также увидите в прямом эфире начало испытаний, что можно будет показать, друзья, еще раз говорю, вы увидите только то, что можно будет, соответственно, показать с разрешения генерального конструктора. Вот, и дальше вы увидите и первый проект, и производство, и все, вы все увидите, друзья, здесь вопрос как раз заключается в том, что то, что мы говорим, то мы, соответственно, и делаем, в этом самый важный момент. Но не просто все, да, то есть если вы видели, какими это усилиями, какими нервами, какими затратами все это делается, это, друзья, ну, понимаете, здесь нет никаких у нас на этот предмет иллюзий, вот, видите, мы, еще раз, чтобы еще, друзья, чтобы очень четко вы понимали, и развлечения, те репортажи, которые идут в Перископе, идут от меня, от Алексея, это неофициальная позиция Skyway и неофициальная позиция струнных технологий, это наша позиция как инвесторов, как партнеров, которые работают в этой программе, официальная позиция идет только от Юницкого, от Бабурина, от рода Хука и то, что делает репортажи Михаила Кириченко, это надо понимать четко. Мы, друзья, делаем работу для инвестпроводящей системы, мы показываем инвесторам о том, что происходит, как происходит, и только с этими целями, друзья, ни в коем случае нельзя никогда мою позицию рассматривать как официальную позицию Skyway. Это я тоже прошу и упоминать, и делать, потому что я всегда говорю только свою частную позицию как инвестора, и очень частную позицию именно как партнера, потому что я являюсь членом совета директоров Skyway Капитала, это компания фонда, которая привлекает инвестиции в проект, и мы финансируем именно работу конструкторского бюро, то есть мы заказчики. И потому что многие иногда путают, да, я общаюсь с Юницким, много общаюсь, у нас с ним очень хорошие деловые, партнерские, дружеские отношения, но надо понимать, что позиция конструкторского бюро генерального конструктора и моя, она радикальна, не то что радикальна, это, как вы видите, она всегда совпадает, у нас нет, но это пытаются как-нибудь использовать, особенно в какой-то игре против конструкторского бюро. Но это, друзья, опять же, все нормально, мы все все понимаем, все делаем. Поэтому, друзья, еще один день для активной работы начался, я считаю, что, знаете, у нас уже поговорка такая, день для Skyway прожит не зря, то есть вчера мы отработали с партнером, мы прилетели сейчас в Минск, и сегодня будет очень хорошая работа, завтра, неважно здесь или придет в Москву, все равно идет активнейшая работа, вся она идет к увеличению, вы много увидите еще репортажей в октябре, то есть у нас будет большая конференция, встреча с партнерами в Риге 21-22 октября, там будет, кстати, презентована очень интересная концепция наша с Алексеем, вот, поэтому посмотрите, потом в конце, где-то 28 октября у меня будет большая встреча на Майорке с группой инвесторов, тоже очень крупных, тоже, что удастся смогу показать, сделать, чтобы вы сами видели, как ведутся переговоры, как им делаются презентации, вот, какие на них реакции, потом узнаем, какие результаты будут от Братиславы, это Словакия, я могу сказать уже, Алексей будет 15-16 в Ганновере, то есть вот на заседании нашего уже традиционного клуба инвесторов, тоже покажет, делать, так что, друзья, там Виктор, я вообще уже боюсь сейчас график его говорить, куда и как он вылетает, потому что, ну, вот он вчера прилетел, сегодня здесь, завтра, послезавтра, я насколько знаю, он вылетает уже на переговоры с официальной делегацией, по-моему, друзья, если бы мне не соврать, Индии, просто я уже начинаю, это самое, потому что после выставки, после этого идет столько, завтра семинар из Юнибуса, но тут, друзья, если я буду в Минске, значит, будем проводить из Юнибуса, если я, это самое, долечу до Москвы, значит, я буду проводить из своего кабинета, что что-то становится уже все редкостью и редкостью, вот, и у меня уже пошло, у меня уже дети спрашивают, они меня все смотрят по перископу, говорят, папа, а когда ты вернешься из перископа, вот, поэтому, друзья, давайте, работа идет, но давайте еще раз такой обзорный, как бы сейчас сделаю круг вокруг, здравствуйте, здравствуйте, видите, все, сделаю еще один обзорный круг вокруг нашего стенда, видите, все, ходят наши партнеры, клиенты, Анатолий Дорыч, видите, работа, то есть это не то, что он работает на стенде, то есть он уже сказал, что ждем официальное открытие через, сейчас скажу уже, через 20 минут официальное открытие, вот, здесь будет все руководство, ну, именно экономическим транспортным блоком, вот, и Анатолий Дорыч сделает презентацию в 12 часов для министра транспорта, вице-премьеров, и потом он отсюда уедет, вот, то есть вот ролик, вот наш охранный блок, вот наш стенд, это прямо возле входа, видите, вот мы, ну, вот, друзья, чтобы вы имели представление о работе, транспортной системы, вот, так что, так что работа идет, с чем я вас и поздравляю, давайте сейчас сделаем перерыв, потом я посмотрю, как включиться на, когда будет открытие выступления, или уже когда будут официальные делегации у нас на стенде, вот, когда Анатолий Дорыч будет представлять министру транспорта, вице-премьеру, вот, ходят слухи, что завтра или послезавтра может быть там высокое руководство, но, друзья, мы пока, так сказать, это, я точно знаю, что когда мы покажем испытания, когда это, там будут точно все, вот, так что давайте, друзья, до новых встреч, так что на сегодня это не последний репортаж, я думаю, что как минимум еще 2-3 раза я точно сделаю сегодня выход для того, чтобы показать работу, которая сегодня идет здесь на выставке транспортной логистики в Минске, тех двух машин, Юнибайка и Юнибуса, которые вернулись с выставки в Берлине. Все, друзья, всего доброго, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok